МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день всем! Начинаем трансляцию Гестсикапа. У нас Гигабайт Миннески против Кэнси Уипс. На данный момент уже в пике Кэнси Уипс. Энигма Леон, Лина, Бристлбек и Инвокер. Со стороны команды Миннески. Квин оф Пейн, Акс, Рубик, Эншент Оперейшн. И 25 секунд осталось до пика последнего героя для Миннески. Ну, по пику Кэнси Уипс. Забрали себе Инвокер. Инвокер, наверное, отправится у нас в мид. И Лина, как я понимаю, будет... Будет саппортом. Хотя Лина может отправиться у нас и на сложный лайн. А Энигма пойти в лес, Леон саппортить Бристлбек. А Инвокер, конечно же, в мид. Куда еще вообще девать Инвокера? Ну и со стороны команды Миннески. Тут Акс, наверное, в сложную. Дрорейнджер вместе с Эншент Оперейшном и Рубиком будет фармить. А Аквинов Пейн отправится на мид лейн. Куку забирает квапу. Дайчейнс на Инвокере будет противостоять у нас Куку в миде на квапе. Туди Бристлбек в сложную. Ну и вот, собственно, вот, собственно, что. Туди у нас будет фармить сложную. Да, Бристлбек отправляется в хардлейн. И Уэддинг Крэш, который является стендином Кэнси Уипс. Кстати, сегодня Кэнси Уипс играли с другим стендином. Стендинов меняют как перчатки. Окей, теперь Уэддинг Крэш у нас отыгрывает на линии в составе команды, австралийской команды Кэнси Уипс. Энигма для Гоу Дота наверняка отправится в лес. Гоу Дот, в принципе, у нас фулл саппорт всю жизнь вообще, насколько я смею заметить. Ну и посмотрим, что там по расстановке лайнов. В секунду и ребята уже отправляются на своей линии. Так, я все закрываю, чтобы никто у нас нигде не выпадал. Все. Вчетвером игроки команды Кэнси Уипс отправляются в собственный лес. Тут уже трипла из... Да не трипла, тут даже квадрипла из... Джея на Дроу Рейнджер из Куку на Квапе. Джей играет у нас на Ancient Operation, еще и 5-5-9-3-ого играет на... А Рубики. Все отправляются во вражеский лес. Еще и Акс тут на всякий случай подошел. Джесси Уошь втарился, ну, как я понимаю, в сложную. У Джесси Уошьа все хорошо тут по количеству отхила. Хотя, может быть, даже триплу поставит у нас Минески в харду. А в легкую в соло пойдет фармить Акс. Тоже не лишено смысла. Но, судя по передвижениям по карте, скорее всего, трипла здесь и останется. Жизни они Чейнсу должны не давать вообще. Чейнс в итоге идет в легкую фармить в соло. Мид лейн за Wedding Crash на Лине. Да, Лина у нас затарилась для фарма. Есть Нул Талисман, есть два танка. Джесси Уошьа находят. Начинают настреливать. Ну, здесь, в принципе, через квас все будет достаточно неплохо. Тут, собственно, дамажить, не дамажить. Инвокер относительно неплохой ХП-реген. Без ничего вообще. У нас Чейнс уже 4 хп в секунду имеет реген. Поэтому сильно особенно не надамажишь. Ну, встроенный Ring of Health. Главное, не подставляться под Burst Damage. А то, что отхилится вовремя инвокер за лишние 10 секунд, это без вопросов. Через кусты начинает настреливать по Рубику у нас Чейнс. Со стороны CSW. Что там в сложной? Бристлбэк, Туди. Соло стоит против Джесси Уошьа. Акс тоже стоит в соло, потому что трипла у нас отправилась в харду. Ну, и здесь дабла из Леона и Инвокера. Ну, и лес, конечно же, за Голдотом на Энигме. В мидлейне. В Эдинг Крэш уже у нас поймал Ку-Ку. Ну, тут ошибка, безусловно, от мидера команды Минески. Практически на фулл хп вообще просел у нас. Ку-Ку подарил просто так 500 хп у нас сопернику. Ну, и еще один Драгон Слейф на дорожку. Ку-Ку повезло, в принципе, что Драгон Слейф здесь первого левела был. Только сейчас третий капает у нас для Вединг Крэш. Но тут опять же подойдет Ку-Ку и отвалится. 150 по хп у него. И сколько здесь Драгон Слейф? 180 бьет Драгон Слейф. Просто один удар с руки и Драгон Слейф. Вот, собственно, о чем я говорю. Да, немножко я переоценил, конечно, дэмэдж Вединг Крэш. Еще здесь, в принципе, встроенный резист с пылом магическим. Ну, выживает Клопа. Но Клопа играет с огнем. И причем это буквально. Потому что Лина еще раз задует у нас. И отвалится, в принципе, Ку-Ку. На нижнем лане зацепляют инвокера. И это ФБ для команды Минески. Все-таки чейнсы не оставили в покое. Да, хп реген это всегда хорошо. Но хп реген, в принципе, на первом левеле. Это относительно бесполезно при бёрст дэмэдже. Что такое? CSW разваливает у нас Квапу. Леон погибает сам. И своими иллюзиями разбивает лицо Квапе. Ну, вот, собственно, доигрался у нас Ку-Ку с топ-лейна. С мид-лейной, точнее, отправился на руну. Там огреб. Если не на мид-лейне, то, в принципе, на руне. Тут везде его подстерегает опасность. Триплап пока со стороны команды Минески выиграна. Рубик зарабатывает еще один фраг. Разваливает здесь Леон. А Леон после смерти уже добивает у нас Queen of Pain. Wedding Crash, как там дела? 0-0-0. Счет. 685 на руках. Уже, в принципе, сейчас будет лететь банка. С 15 копеек. У Туди. 600 по золоту. 7-1 Крипстат. И 11-1 у Акса. Но к Аксу на ранних левелах вообще нет смысла подходить. Поэтому Туди, я думаю... Ну, Туди, в принципе, комфортная линия для него стоит. Чувствует себя вполне раскованно. Под собственным Тауэром фармит. Ничего особенно выдумывать не нужно. Просто не подставляясь под Агракса. Берсеркер колл тут может, конечно, Туди проблемно делать. А так, Спрея Макса поливать вообще великолепно. Для CSW сложная линия. Лина тоже против Квапы. Я думаю, вполне себе стоябельно. Тут особенно никак не продамажить Лину. Если продамажить, то через Cream of Pain и тот же Shadow Strike. Но пока Квапа будет у нас гоняться за Линой. Поймает Стан, поймает Драгон Слейв и отъезжает. Тут с пассивки еще и Лина расковыряет Квапу очень быстро. Мы прекрасно знаем, что такое пассивка Лины. Какая скорость атаки. Ну и, собственно, общий дэмэдж. Насколько сильно возрастает. Вард здесь от Минески. Цепляет 3-4-3. Ну и что, пойдет отдаваться крипам или все-таки подерется? Гоу-дот с Меллифейсом второго левела. Надо ловить Рубика. Пропускает он. Пропускает Рубика. И в итоге цепляет здесь только Ancient Operation. Ну, тоже неплохая цель. Инвокер забирает первый для себя фраг. Счет становится 1-1. И на Урубика 2-1 уже счет. 2-0 даже счет у нас Урубика. Точно, Ову у нас пропустили. Не стали вообще его дамажить. 2-3 общий счет. Брис представит про ХП. Это все от Джесси Уоша после Берсеркер Колла. То, о чем я говорил. Попадает он под Берсеркер Колл. И тогда начинаются проблемы. До этого момента Акс, в принципе, ничего Брису не делает. Брис... Ну, как так? Атуди просто пошел сбил себе банку. Подойдя к Аксу. Как можно недоконтролить персонажа в такой простой ситуации? Даже немного удивительно. Сейчас мана закончится. Брисстлбек останется просто без фарма. Харасе Джесси Уошу будет нечем. Добивать крипов тоже тут с руки особенно не получится. Потому что один Агар и Туди рассыпается. На ХП реген ничего особенно нет. Только танго. Но это, в принципе, не в счет. Ну и по золоту тоже маловато. Курьер уже несет тапок у нас для Чейнца. Готовится выйти у нас в Фейсбуце Чейнц. Но это класс Векс. Инвокер. Вейдинг Крэш. Стан под Джесси Уошу забирает в банку реген и бежать отсюда. Ну, не жалко она, конечно, Стана ради такого-то дела. Ку-ку. Уже с банкой, уже с Нул Талисманом. Есть Бутсов Спид. У Вейдинг Крэш точно та же ситуация. Один в один. Поймали у нас Чейнца. По нему Гаст. Ну и все. Через Фрост Араус Чейнц моментально рассыпается. Тут Бёрст Дэмэдж колоссальный. Тут Дроу Рейнджер действительно в Бёрст Дэмэдж можно отнести. Потому что с руки разваливает очень быстро. И 2-3 секунды, 2-3 удара Дроу Рейнджер любого из игроков, я думаю, может расковырять. Что у него с одеждой случилось? Ничего. Просто глубокое декольте у нас у Дроу Рейнджера. Я посмотрел просто, смотрю, плечи голые. Даже удивительно. Как такое было допустимо в моей доте. В моё время такого не было. Туди приобретает себе банку. Вот так вот Бристл Бэк решил справляться со сложившейся ситуацией. Не Рингу в Хеллс, а в Боту. Можно пообузить, да. В принципе, маны тоже не хватает Бристл Бэку. Поэтому банка, наверное, вполне вменяемый показатель. Кстати, у Акса. Имеется здесь Орпу в Веном. Это просто подстопить у нас Туди. Ну и чтобы всегда была возможность догнать и загорить на себя. Если 1-2 удара прошло. Кстати, у Акса что там с сапогом? Ничего. Бутсов спит. И пока что не появляются Транквилы. Хотя по золоту, в принципе, уже хватает всего. Квилинг Блейд уже есть у Джесси Уош. Шестой левел тоже есть у Туди. Но он не настолько полезен, насколько полезен шестой левел для Акса. Все, цепляет у нас Туди. Джесси Уош побежал дальше за Бристл Бэком. Скорость бега. 380 здесь у Акса. Ну и 345 у Туди. А почему? Почему так? Обычный тапок тот 340. Да, 340 теперь. Почему была 380? Я так даже толком и не понял. Дополнительная скорость. Вот она, да. Замедление передвижения и дополнительная скорость. 12% все понятно, да. Дисбаланс по скорости случился. 3-4-3 у нас. Отправляется на мидлейн. Куда тогда у нас девается Вэринг Крэш? Отправляется Вэринг Крэш на свою... На свой фонтан. И что я вижу? Блейдсов Атак появляется для Лины. Фейсбутцы в итоге будут. Фейсбутцы у Чейнса должны появиться. В зависимости от того, как быстро получится у него на фармите. Как много позволит ему команда Минески. Ставили Джейя здесь в соло. Отошел отсюда Джей. Другой Джей, но... Однобуквенный Джей отошел у нас на мидлейн. Также здесь стянулся саппорт команды ССВ на мидлейн. Бейдинг Крэш к саппортам, конечно, мы не относим. Безусловный мидер. Мидер Нюкер. Убийца Супергангер. ССВ, кстати, по Экспириенсу 250 выигрывает. А по золоту Минески на 2000 опережает своих соперников. Рубик поймал у нас Леона. Забросил его на Клифф. Ну и бежать отсюда, Леон. Причем прямо на фонтан. Не на один из товаров. Маны, в принципе, не было. Надо похилиться. Лина, Лагуна Блейд первый раз разрядила. Все это случилось в лицо Рубику. Рубик не вывез такого мощнейшего напора. 4-5. ССВ отстают. По-прежнему отстают по золоту. По Экспириенсу немножечко опережают своих соперников. Колдснэп по Джею. Ну здесь еще помимо колдснэпа Мелли Фейс. Ну и Блэк Холл по Джею. Может быть попозже надо было Блэк Холл юзать. В итоге умирает у нас Энигма. Получится ли забрать Джея? Ничего не получается. У команды ССВ. Джея выживает. Ну тут безусловный по-моему фейл от Гоу Дота. Ну когда прожал в принципе Блэк Холл. Отменять его это вообще полнейший моветон. Но Блэк Холл можно было и попозже заюзать. В принципе висел Мелли Фейс на Дроу Рейнджер. Был на нем колдснэп. Это значит что уйти далеко Джей не мог. И половину ХП можно было сбить еще до Блэк Холла. А в итоге колдснэп и Мелли Фейс у нас в Блэк Холле и действовал. То есть ну просто не по таймингу. Этот не по таймингу стоил двух жизней. Команде ССВ еще 4-7. По золоту Минески на 3000 опережают своих соперников. По экспириенсу 250 врываются вперед все те же Минески. Австралийский коллектив немножко не уверенно начинает. Если можно так выразиться. А по факту конечно с фейлов. Начинает у нас Кенсой Уипс. Это называется не неуверенно, а немножко туповато. Где-то там не договорились. Где-то не какая-то недоработка конкретно по координированию действий всей команды. Тут вопрос к капитану наверное. Хотя и игроки тоже вроде как сами за себя должны отвечать. У Бристалбека появляется Пауэр Трэдс. Акс его оставляет и отправляется Джесси Уош в лес. Уже есть Даггер. Даггер для Акса 8-й левел. Девятая минута еще и 700 сверху по голде. Практически девятый левел. Есть у Акса. Ну круто. Контр Хеликс Пром Акшн. Берсеркер Сколл второй. Баттл Хангер если что есть. Ну и конечно же Каллинг Блейд. Загрил на себя Туди. Ульта пошла от аппарата. Ну и Туди скорее всего приехал. Хотя еще Вейдинг Краш тут начинает разваливать. Лагуна Блейд у нас в Акс. Акс погибает. Причем вот рук Энигмы погибает. Вейдинг Краш дальше гонит у нас Рубика. Еще два удара. Да и одного в принципе хватило. Ну и здесь Клопа очень вовремя. Три в два разменялись. Забрали Акса. Забрали Рубика. СССР сами потеряли Лину, Бристлбека и Леона. Размен явно в пользу команды Минески. По золоту где-то 450 выиграли. Ну и по экспириенсу 500-600 капнуло для коллектива Минески. У Туди куда-то все золото делается. Да, это не для него будет. Сто он. Джей пытаются поймать. Но Джей в принципе с ДД. Гоудот вообще не выживает никаким образом. Ancient Operation забирает этот фраг. Джей на лох ЭП. Туди должен забирать у нас Дроу Рейнджер. Еще один спрей. Да, Дроу Рейнджер забрали. Провязал стики. Бежит отсюда. Но тут одним Бристлбеком не выйдешь. Забирают у нас также Бриста. Ну и забирают конечно же Энигму. Разменяли двух игроков на Дроу Рейнджер. Дроу Рейнджер по-моему мейн керри вообще тут. На карте главный фармила. Так и есть. За дровку сейчас глянем сколько получили. 186 плюс смерть. Ну где-то 300-400 капнуло за Дроу Рейнджер у нас. Коллективу CSW. У Эддин Крэш уже имеется Сейдж Маск. Есть Вод Стоун. Ну осталось став Физердри рецепту. И там нормальный такой рассказ будет. В принципе есть кого выносить. Дроу Рейнджер если только Газ успеет по приземлению после Юла дать. Тогда относительно в безопасности будет. Хотя тут в принципе и Лагуна Блейд нормально зайдет в Дроу Рейнджер со старта. И там уже по ХП ничего не останется. Дровка у нас в принципе мало имеет хилдспоинтов. Поэтому смело можно начинать конкретно с Лагуна Блейда и Драгон Слейва. И там уже с руки Лина должна Дроу Рейнджер расковыривать. Ну до где-то минуты до 20-25 так точно. Что там до Юла? Остается еще 1000 по голде в Эддин Крэшу до того чтобы приобрести Юл. Пошли у нас Торнадо от Чейнса. Или не от Чейнса? Да все-таки от Чейнса. Ульта аппаратов у Эддин Крэш. Ну и Эддин Крэш отъезжает здесь. Даже не получилось что-либо сделать у нас Джесси Уош. Благодаря Траксе развалили очень быстро у нас Лину. И убили также Леона. Даблкил записывает на свой счет Джейн на Дроу Рейнджер. Падает Т1 по топу. Минески пошли в наступление. У них по золоту преимущество достаточно ощутимое. 6000 по экспириенсу 5000 тоже в пользу коллектива Минески. Ну и не останавливаются, идут дальше. Второй Тауэр в принципе стоит. Ну и мозолит глаза, как я понимаю, команде Минески. Ну раз собрались, почему бы не снести. Чейнс Торнадо ЕМП. Вроде бы полезно, а вроде против пятерых бесполезно абсолютно. Подсейф сюда от Лины. Пошел Торнадо, пошел ЕМП. Ну и Куку просто отсюда упрыгивает. А Дроу Рейнджер и Вейддит обычным движением назад. Ну встанули весь коллектив CSW, основной функциональный коллектив, на ботом. В это время Куку через Соник Вейв, через Крим оф Пейн. Тут даже Шадоу Страк не юзала у нас Квин оф Пейн. Леона забирает. 7.15. Команда CSW сыпется по всем фронтам. По такой игре еще минут 10.15. Куку забирает Тауэр на миде. Никто не помешал, даже донайт не пытались. Гоудот не подходил. У Гоудота есть уже Мека. Есть Сол Ринг. Есть Тапок. Ну и у Энигмы 9 левел. У Бристл Бека. Имеется Виталити Бустер. Готовится выйти в Ван Гуард. Ставт Шилд есть. Боттл есть. Пауэр Трэдс. Неплохой набор. В принципе на выживаемость что-то доимеется. У Леона. Транквил Буцы. Ну и пока что все. 418 сверху. Ну и у Чейнса на Инвокере. На 15 минуте Фейс Бутс и Урну в Шадоу. Все. 200 копеек сверху лежит. Ну это все куром на смех. Кстати Курьер что-то никак линии не принесет. Еул. Еще 300 остается. У нас Уэйдинг Крэшет до данного артефакта. 15 минута. Поздновато. Если появится, то поздновато. Но 2 смерти для мидера. Не лучший из показателей. Обливиант Став уже имеется. У Квапы 1, 2 и Оркетов Моливиалянц на 15 минуте. Пока Еул собирает у нас Лина. Перефарм конечно от Ку-Ку по-моему очень серьезный. Кстати Еул 2 850. А Оркет у нас на 1500 больше. Уже готов Оркет у Квин оф Пейн. Но это видно и по фарму. 7600 насобирал Ку-Ку у нас на Квапе. И 5200 всего лишь Лина. Лина причем топный творец в своей команде. И она всего лишь четвертая на карте. Джей перефармливает Лину в 2 раза. 5300 против 10300 по золоту. Приобретает Shadow Blade. Это все после Яши. Леона опять цепится. Леона убивают. И дальше пошли заниматься у нас с Квин оф Пейн. Нормально. Нашли чем ответить. Все. Блэк Холл есть кстати у 5593. Просто надо поймать кого-то. Ну никого пока не ловит. Да и маны там на Блэк Холл не хватает. Но если удачный файт будет конечно. Минески найдут чем ответить. Одна из наиболее удачных краш Рубика. Да и вообще наверное Рубик брался исключительно у нас под. Лину и под Блэк Холл. Вообще Лагуну Блэйдом засветить. Тут агоним must have просто для Рубика. Наверное надо будет собирать без вопросов. Каким-нибудь вторым. Но третьим. Ну. Не. Ну. В ближайшее время короче говоря. Рубику лучше бы приобрести данный артефакт. Если такая возможность вдруг появится. 13 ассистов у Рубика. 2 убийства, 2 смерти. У Ancient Operation 11 ассистов. Все в файтах участвуют почти постоянно. Кроме Джесси Уоша. У него 3 убийства, 3 ассиста. Абсолютный сачок. Так. Дроу Рейнджер. Мордип маск себе приобретает. И что тут? Да в принципе больше ничего. Да. Для Джей летит маск оф мэднес. Рошана убивают. У Акса есть уже Даггер. Есть Вангвард. Транквил Буци. Акс себя чувствует великолепно. Все тут фармливают в Дроу Рейнджер. Ну осталось БКБ приобрести. Чтобы игнорировать. Любой из раскастов. Команды CSW. Ну разве что кроме. Блэк Холла от Энигма. И Лагуна Блейда от Лины. И опять же когда будет. Аганим. Но по этой игре. У Лины по фарму. Печальная ситуация. Когда будет этот Аганим. Толком то и непонятно. Радианс Ботом Тауэр. Толком то и непонятно. Джесси Уош за Т2 заходит. Внешний товар рассыпется. Т2 внизу падает. И скорее всего Т2 на Мидлейне. Тоже сейчас рассыпется. И Минески готовы заходить. Где Кримзангвард? Акс. Пока ничего не летит. У Джея есть. Если что Аэгис. Можно врываться. Бэковать. Просто вокруг себя. Собрать всех. А там Джесси Уош залетит. Заагрит. Отбрасываться команде ССВ есть чем. Пока БКБшки не появились у Минески. Потому что как-то рановато. На 18 минуте. Можно ССВ в принципе и отковыриваться. За счет спилов. Но они как-то Минески не очень-то и спешат. На вражеский хайграунд. Если им дают фармить. То фармят. Скоро появится Сенжин Яша у Джей. По ХП прибавится немного. Потому что 929 под Момом. Это просто один Лагуна Блейд у нас от Лины. Ни по кому-то надо у нас не попадает. И шток. Мандо Минески выходит на Мид Лейн. Т2 начинает сыпаться. У Инвокера. Фейсбут с Хэнд оф Мидас. Чейнц вообще не верит в себя. Что получится нормально драться. И в файтах зарабатывать какие-то поинты. Покупает себе Хэнд оф Мидас. Но Чейнц уже натерпелся. Три смерти. Два убийства. В Герст Волке отправляется у нас в собственный лес. И то скромничает. Потому что и в собственном лесу можно огрести. Тут уже Дроу Рейнджер вряд ли будет прощать. Есть ли просветка. Дровка уходит у нас просто в Инвиз. В принципе попробую ее еще и поймать у Дроу Рейнджер. Просветка да. У Леона имеется. Уже знают прекрасно что есть Шадоу Блейд у нас у Дроу Рейнджер. Игроки команды CSW. И расходятся на свои позиции. Игроки команды CSW. Игроки команды CSW. У Тудина, Бристлбеки Дела не так хорошо, как у Акса идут Стояли, в принципе, вместе лайн Но у Акса, тут действительно золотая жила Где-то там Видимо, прорвалась И Акс чудеса по фарму показывает Есть уже Даггер, есть Фордстафф А здесь Бристлбек бегает с одним несчастным вангвардом У Тудина, печальная ситуация по золоту Ничего, в принципе, хорошего Я думаю, не появится уже Потому как команда Минески полностью обрезала фарм Своим оппонентом CSW Уже зажата на собственном хайграунде Чейнса, агрит на себя Акс Ну и что? И Джей должен в соло у нас просто расковырять инвокера Инвокер рассыпается Все, забрали инвокера Подхилили у нас Джей Джей сам, в принципе, момом подхилиться А Эггис, если что есть, просто заходи и стреляй Пошел разменивать Эггис Просто наваливает у нас по тавру Ульта пошла у нас от Wedding Crash Кстати, и Леон засветил у нас ульту В куку и ульту засветила Лина Туди примерзает у нас Каллинг Блейд От Джесси Уош по голове Бристолбеку Минус два уже со стороны команды Минески CSW втроем Смогут ли отбиться у Джея Есть все варианты, чтобы и отфармливаться И отхиливаться И Есть, в принципе, даже возможность умирать Потому что не разменяли до сих пор Эггис И пока что разменивать не будут И уже почти готовый Блэкинг Бар Голдот Малифейс В Джея Джея под Миднайт Пульсом стоит Ждали, когда войдет Акс Под ноги давали В принципе, с страйкерой У нас давала Лина Акс не решился врываться И все расходится Да почему расходиться-то? Господи, идите снесите Что думать вообще? У вас есть Эггис Идите просто Развалите Нижний Лайн В итоге катка еще минут на 45 Может затянуться Это при полной доминации Со стороны команды Минески По золоту 14 тысяч по экспириенсу 10 тысяч Минески выигрывает на 22 минуте И стоят Даже не знаю, какое Литературное слово использовать Стоят, просто втыкают на Своих позициях теперь Чего там не хватает Команде Минески Непонятно Все, есть в пике Дроу Рейнджер Это Дроу Рейнджер Берет 11 левел И можно идти сносить Любой вообще из лайнов Никто ничего не скажет Все, Дровка в итоге Потеряла Эггис Можно в принципе ждать следующего Это еще минут 75 Но Рошан у нас будет Максимально коротко появляться Через 2 минуты Уже будет готов Рошан Знает ли об этом Джей лучше бы не знал Конечно Потому что если будут ждать Рошана То экшена мы не увидим С вами еще Минимум 120 секунд Джесси Вош убегает Перефармленный Просто В щи И при этом умудряется бежать Ну тут Чейнс недалеко Ну и вся команда В это время по миду идет Минески Не стягивается никто На Джесси Воша Джесси Вош Даже ТП Аут сделать толком не сможет Если вдруг на него влетят А на него должны влетать Потому что ТПшечку-то с собой носить надо Ульта аппарата пошла на хайграунд Никого не зацепила Ну и И что? И Акс сам себя выталкивает Форс став бежать как можно быстрее Классный Крутейший ганг со стороны команды CSW Потратили 2 минуты на то Чтобы никого вообще не убить И теперь в итоге будут назад идти И врываются у нас Сразу на команду Минески Джея поднимаю БКБ Только-только В стэше Без БКБ у нас Джея В итоге в этом файте Развалили одного Второго И Куку тоже должны убивать Куку на лоу хп здесь уходит Наорал на На Леона Но Леон в принципе пережил у нас Крик Квапы Все Квапа ушла Это просто парад идиотии Устраивают обе команды у нас на карте Двадцать четвертая минута Одиннадцать девятнадцать И мув за мувом Один кривее другого Ладно Может тут такая игра Может ни одна ни другая команда Не хочет дальше выходить Не нравится им Выходить в полуфиналы Какая-нибудь Какая-нибудь фобия Связанная исключительно С полуфинальной стадией Плей-офф Появляется Аганим у Лины Этого Вообще по факту Не должно было быть Потому что Минески Перефармливали Очень серьезно И было чем давить С четырнадцати тысяч С пятнадцати Теперь Минески Спускаются до Тринадцати И по экспириенсу С десяти до семи с половиной У инвокера Тысяча девятьсот На руках Есть Урншадлс Есть Хенд оф Медас Есть Фейсбутс У Лины Есть Аганим Есть Юул Ну и Так всего По чуть-чуть В принципе У Бристлбека У Ангвард Огр Клаб Ну и скоро Наверное Появится Яша Как я понимаю Брист у нас будет выходить Точнее Сэнджин Яша Появится Хотя возможно Брист у нас выйдет В БКБ У Леона Вот он Парад бросеров Все нормально Леон по серьезному Укомплектовался Все смотрите Все завидуют У меня три Брассера У Энигмы Есть Блэк Кинг Бар Есть Сол Ринг Ну и есть Мека У Гоу Дота Даггером пока не пахнет Кстати Как-то по Блэк Холлам Тишина Случилась Ведин Крэш Уходит или не уходит Уходит Как так получилось ТП шнулся Труп Лины у нас Уже на На собственный Фонтан Ну и Дроу Рейнджер Изменилась в размерах После Блэк Кинг Бара Немножечко Сбросила вес Пошла По топ лейну Соберитесь вместе Не надо по одному ходить Под смоком Команда Минески 26 минута Я не очень кстати понимаю Неужели у команд Какая-то фобия Касательно времени Т4 давным-давно Всем показал Что Т4 я имею ввиду Всем давным-давно Показал Что большие деньги И серьезные победы Получаются только Если ты быкуешь Нон-стоп То есть Ты можешь за 14 минут В каждом матче Так 3 раза По 14 То есть за час Общего времени Ты можешь выиграть 5,5 миллионов долларов Почему это не стало Примером для команд Толком и непонятно 3,4,3 Рассыпается Ульта аппарата Голдот Очень быстро сыпется Ку-ку Старается здесь еще драться У Ку-ку В принципе все получается Правда мало хп Со спины валят у нас Туди Туди погибает ЕМП Ку-ку плевал вообще на ЕМП Повесили урду на Дроу Рейнджер Минус 3 сделала команда Минески По итогу файта 2800 зарабатывает по золоту По экспириенсу 3900 для них Смещайтесь на мид Не смейте уходить Кто уходит тот лох Вот он первый кандидат Вот он второй Ну а здесь серьезные чуваки Они выросли где-то там Где вырос я Джесси Бош Врывается на Лину Лину развалили Байбека у Лины Как я понимаю нет И да нет 550 не хватает до Байбека Ну что можно тогда не уходить Байбека вообще нет ни у кого Из команды CSW Только у Бристлбека Ну сам Бристлбек Соло ничего не сделает Т2 Т3 разваливают Умирает здесь Леон Умирает здесь Чейнс Ну это все Это моральная задница Для команды CSW ГГВП Где-где-где Не пишут Не пишут Пишут Немножко запоздал ИГГ Я уже давно-давно написал за них Все в принципе Так вот Поздравляем команду Минески с первой победой Тут в принципе CSW Просто архитично отыграли Это их дело Все ждем следующий матч У нас Best of 3 Напомню Команды до 2 побед играют Ну и дальше выходит в полуфинал Кто-то А кто-то вылетает вообще из турнира Пока небольшая пауза Музыка услышимся через пару минут Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok